Братья, мы строжайшим образом порицаем тех, кто говорит, что не нужно изучать сунну, оставив хадисы. То есть это сейчас не время для хадисов. Или же такие же, которые говорят, что сейчас не время, чтобы по сунне действовать. Давай сейчас вот то, что люди привыкли, а потом как-нибудь, иншалла, к этому вернемся. Знаете, сколько таких людей, хорошо, которые говорят, Бухари, Муслим, брат, это такие книги, которые нет, не твой уровень. Аллах говорит, Бухари, Муслим, откуда? Кто говорил Бухари, Муслим? Посланник, алей салату ассалам. Хорошо, то есть это его слова. Хорошо, Мухаммад, алей салату ассалам, сначала готовил своих сподвижников, прежде чем доносить до них хадисы. Так, сегодня у нас урок по основам фикха, по усуль фикх, завтра тафсир будет, послезавтра терминология хадиса, а потом уже начнем хадисы. Так говорил или как? Или напрямую, братья? Приходит к нему бедуин, братья, раб, эфиопский, раб Беляль, радия Аллаху Тааля, ангу, братья. То есть мы хоть и говорим, что он раб, но как про него говорил Умар, который был курайшитом, братья, сэйиду коми, господин своего народа, это наш господин, говорил Беляль. То есть это великий человек, но я к чему говорю? То, что он был, братья, безграмотным рабом. И он понимал хадисы пророка, алей салату ассалам, что в чем проблема, как говорится. Хорошо? То есть поэтому так же и мы поймем. Хорошо? Это не значит, опять же, что мы от себя толковать эти хадисы. Нет, ни в коем случае. К толкованию мы возвращаемся к тому же Белялю, к Умару, рады Аллаху Ангум и так далее, к сподвижникам пророка, алей салату ассалам, имамам этой общины. Но ни в коем случае никто не должен говорить вам, что нет, не читай хадисы, ты их не сможешь понять и так далее. Читай хадисы, читай Кур'ан. Потому что, братья, ничего и не нужно, братья, как говорится, заново колесо изобретать. Все же все это есть. Хорошо? Когда тебе кто-то скажет, поистине, Аллах пророка, алей салату ассалам, сказал, дела по намерениям. Что значит дела по намерениям? Подожди, брат, не делай толкование. Это очень сложные слова. Или что-то непонятно. Дела по намерениям. Что значит? Дела оцениваются по намерениям. Как ты понимаешь это? А, весь мир. Да? Что такое дела оцениваются по намерениям? Трудный хадис? Дела оцениваются по намерениям. Все, вот это и есть тавсир этого хадиса. То, что ты сделал, будет оценено по твоим намерениям. Правильное намерение было, получишь свое дело. Неправильное не получишь. Хорошо? Что тут трудного? Ничего трудного. Хорошо? Аллах пророка, алей салату ассалам, говорит, будь не лислям аля хамс. Ислам строится на пяти вещах. Шагада, пост, молитва, пост, закат, закат, пост, хорошо, и хадж. Что непонятно? Нет, подожди, брат, нам нужен великий имуч тагид и так далее, который... Нет, брат, ничего тебе не нужно. Все ясно. Строится на пяти вещах. Вот это столбы твоего ислама. По-любому ты должен это выполнять. Потому что если не будешь это выполнять, развалится твой ислам. Хорошо? Все. И вот здесь заканчивается. Аллаху аль-Мустам. И мы считаем, что нужно, братья, в первую очередь заниматься самым важным, а затем, а затем, а затем, а затем, тем, что менее, а затем, что тем, что менее. Фаль-ваджибу аль-Мусульмина аль-Яхтаму би-Ислахи аль-Акиды. Самое первое обязательство для мусульман, чтобы они занимались своим вероубеждением, своим сердцем, братья. Потом, братья, должны, как говорится, шейх Мукбель, собханаллах, такой известный, жесткий, а затем мы должны заниматься кем? Заниматься уничтожением чего? Вот этого светского коммунизма и так далее и тому подобное. И также вот эта партия, которая Ба'фиты называется. Аллаху аль-Му, они, по-моему, уже до сих пор есть или нету, я не знаю, в Сирии они есть. Буххайз буль-Ба'с, это кто такие? Это вот Башар Асад, вот это их партия. Саддам Хусейн. Ну, он, сейчас они там в Сирии. И это, братья, все возможно только тогда, когда мы будем едины, но едины на чем? На том, что мы будем крепко придерживаться Кур'ана и Сунны. И мы также считаем, что тот джамаат, который вбирает в себя рафидита, шиита, суфиста, суннита, ни в коем случае не сможет, братья, этот джамаат выйти против врагов. Почему? Потому что, братья, это, то есть ты сможешь выйти против своих врагов и так далее, только тогда, когда у тебя будет настоящее, правдивое, то есть, как говорится, братство. Потому что, Аллаху аль-Му, ты выйдешь против своего врага, и сзади тебя будет рафидит. Аллаху аль-Му, до твоего врага тебя рафидит убьет, субханалу. Хорошо? То есть, поэтому, братья, эти вещи только строятся на чем? На правильной акиде, на правильном манхадже, на манхадже пророка, саллаху алейхи. И мы также, братья, порицаем, братья, страшным порицанием того, кто, братья, проявляя высокомерие, заявляет о том, что призывающие к Аллаху, они вахабисты. Они говорят, вахабисты эти люди. Хорошо? Или же они работники, говорят, работники каких-то спецслужб, и так далее, английские шпионы, или как они их называют, и так далее, и тому подобное. И мы знаем, их, как говорится, скверное, нутро и скверное желание. Почему они говорят? Зачем им это придумать вахабизм, и так далее? Они, братья, хотят только одного. Простолюдинов отвернуть от знаний, от ученых. Хорошо? Потому что, если простолюдин будет слушать Ибн База, в Аллахе он примет, и никогда в жизни этих ненормальных людей не будет слушать. И если он будет слушать шейха Альбани, шейха Вафимина, и так далее, как только он слышит слова великих ученых этой общины, шейха Альсам Таймия, и так далее, хорошо? Он примет это у них, и когда другой будет ему какую-то ересь нести, он скажет, ты вообще неправильные вещи говоришь. Хорошо? Поэтому самый легкий путь это, что придумать какую-то секту, что за секта вахабисты. Кто это такие? У каждого свое понятие. У каждого, как говорится, свой вахабизм. Аллаху Анастан. Хорошо? То есть у любого человека, который называет тебя вахабистом, спроси, кто такой вахабист? Он начнет, ну вот эти бородатые, которые взрываются. Хорошо, я бородатый, но ты видишь, я живой. Смотри, как говорится, подними свою одежду, скажи, вот нигде взрывчатки у меня нету. Почему ты меня вахабистом называешь? У тебя дома она есть. Иди дома быщи, у меня нигде взрывчатки нету. Хорошо? Тогда ты такой, тогда ты сикой, и так далее. Дошло до того, чтобы, знаете, некоторые сказали, что вахабисты, это кто? Это те, кто порочат Аишу, говорят. Субханаллах. Как говорится, не осталось ничего, в чем нас не обвинили, Субханаллах. Это наша мать, братья. Мы любим ее больше, чем своих матерей любим, Субханаллах.